Два российских вуза попали в топ-100 мирового рейтинга. МФТ и МГУ им. Ломоносова вошли в сотню лучших вузов мира по направлению физика. Результаты международного рейтинга. The представил на конференции проекта 5.100 главный редактор рейтинга PhilBT. Фото. iStock. Лидер российской таблицы МФТ и занимает 45 позиций в мире. МГУ 81 место. Оба вуза, по сравнению с прошлым годом, поднялись на несколько пунктов вверх, причем Fistech сохраняет место в топ-50 уже третий год подряд. Минус. Проект по повышению конкурентноспособности российских вузов обновится. Fistech ежегодно подтверждает свою лидирующую позицию на российском рынке естественно-научного образования, отметил проректор по научной работе и программам развития МФТ Виталий Баган. Не зря именно на нашей базе тренируется российская сборная по физике, ежегодно занимая призовые места на международных соревнованиях. В рейтинге по физике всего 33 российских вуза, причем 18 из них участники проекта 5.100. В российской десятке лучших также МИФИ, Новосибирский госуниверситет, Томский госуниверситет, Питерский политех, Университет ИТМА, СПБГУ, Казанский федеральный университет и Высшая школа экономики. Кроме рейтинга по физике, Фил Бетти представил новые данные еще по трем направлениям. Так, в предметный рейтинг науки о жизни входят 9 российских вузов, в том числе 6 университетов проекта 5.100. Здесь в лидерах МГУ им. Ламанесова вуз входит в группу 151-175. А МФТ и на втором месте по России в топ-300 в мире. Минус. Что нужно знать об итоговом сочинении, советы экспертов. Также из россиян в рейтинг попали Новосибирские государственные и Казанские федеральные университеты, СПБГУ, Томские государственные и Дальневосточные федеральные университеты и два медицинские вуза 1-й медицинский им. Пироговая Сеченовский университет. Науки о медицине и здоровье. Здесь в мировой таблице видны 8 российских университетов, МГУ, Казанский федеральный, Томский и Новосибирский госуниверситеты, СПБГУ, Первый мед, Рудоин и Сеченовка. Самый короткий список вузов из России в рейтинге по психологии, всего 3 вуза. Первое место в России и вторая сотня в мире у вышки. Далее идут МГУ и СПБГУ. Комментарии. Валентин Волков, директор Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ. Минус. Эксперты. Дополнительные испытания помогут найти тех самых абитуриентов. Рейтинги для университета под спорьей в борьбе за лучших абитуриентов, аспирантов и поздаков. Если раньше речь шла преимущественно о ведущих кадрах в России и на постсоветском пространстве, то сейчас мы видим возрастающий интерес к учебе и работе в нашем университете со стороны представителей дальнего зарубежья. Все мы, от студента до профессора, вдохновлены успехами физтеха за последние годы и видим возможности для дальнейшего роста. Большие надежды на наш Центр двумерных материалов, верим, что он станет одним из драйверов для этого роста. Мария Врублевская. Начальник стратегического планирования и программ развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Физика – наше приоритетное фундаментальное направление. За последние годы увеличилась академическая мобильность и взаимодействие научных групп с пустмировым академическим сообществом и партнерами из разных стран. Коллеги стали активнее принимать участие в международных конференциях. В основном положительный сдвиг в предметном рейтинге. «The» по физике произошел за счет роста показателя цитируемости. Минус. Программы Сеченовского университета получили международное признание. Эдуард Галажинский – ректор Томского госуниверситета. В ДГУ традиционно была сильная физика, а благодаря участию в проекте «Пять 100» нам удалось расставить правильные акценты для презентации нашей работы в мировом научном сообществе. Теперь наблюдаем накопительный эффект от этих усилий. Классический университет ДГУ входит в группу 176-200 в рейтинге по физическим наукам. «The» – это результат, в том числе, многолетней работы в проектах ЦЕРН. Между тем, в следующем году проект «Пять 100» обновится. Уже известно, что будет новый конкурс и по его итогам в клуб войдут 30 новых университетов. Сейчас их 21. Кроме того, в течение двух лет из 30 вузов участников планируется выделить так называемую «Премьер-лигу» – вузы, с которых будет особый, повышенный, спрос. Об этом сообщил заместитель председателя Совета проекта Андрей Волков. Таких вузов будет не больше 10. Также решено жестче относиться к остальным университетам, которые войдут в проект. Вузам придется смириться с тем, что они могут вылететь из проекта. Еще одна новинка, которую обсуждают в офисе проекта «Пять 100» – создание группы вузов-кандидатов. По прогнозам Волкова, в 2020 году свои силы в конкурсе на право участия в проекте попробуют около 100 университетов. Кроме отбора 30 победителей есть идея выделить группу тех, кто был близко к победе, но немного не дотянул. В случае если кого-то очислят из проекта, на его место возьмут вуз со скамейки запасных. Таким образом, не нужно будет проводить дополнительный конкурс. Это расширенная версия текста, опубликованного в номере РГО «Общество образования».